Выборы президента США, война в Сирии, переворот в Украине, когда в продажу поступит новый айфон, и что покажут в новом сезоне Игры Престолов аналитики компании Яндекс, выяснили, что чаще всего искали в интернете россияне в уходящем году. Мы сделали свою подборку и расскажем, какие темы больше всего волновали сибиряков. Юлия Боброва продолжит. По результатам анализа запросов в поисковике Яндекс в уходящем году самой актуальной темой для мечей стало 300-летие города. Еще бы к юбилею власти готовились 9 лет, а горожане терпеливо ждали обещанных подарков и изменений. Планы были грандиозные. Метро, Красногорский гидроузел, новый аэропорт, поликлиника, зоопарк. И это далеко не все. Но к празднику бюджет значительно сократился, а список подарков поредел. Неудивительно, что горожане назвали юбилей Омска разочарованием года. Впрочем, культурная программа все-таки удалась. А вот у жителей Кемерово темой года стала скандальная авария с участием Юрия Мовшина, бывшего главы региональной госавтоинспекции. Весной этого года он на своем внедорожнике врезался в Тойоту. Четыре человека погибли. Позже оказалось, что Мовшин ехал со скоростью 130 км в час, но вину не признал. Тема обросла скандальными слухами. Расследование идет до сих пор под личным контролем губернатора Амана Тулеева. Новосибирцы в сети чаще всего интересовались, стоит ли региону менять часовой пояс. Спор, по какому времени жить, начался, когда в России сначала сократили число часовых поясов, а потом отменили перевод стрелок. Новосибирск оказался в Омской часовой зоне, плюс три часа к Москве. Солнце вставало и садилось слишком рано, а счетчики только и отсчитывали киловатты. В итоге депутаты Госдумы потерянное время новосибирцам вернули. Часовой пояс сменили еще несколько регионов. А вот Омская область осталась единственной в часовой зоне, плюс три. По мнению ученых, в нашем регионе астрономическое и поясное время совпадают идеально.